МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальное самочувствие. На совещании у главы Чуваши обсудили цены и социальные выплаты. Осторожно, тонкий лёд. МЧС предупреждает, зимняя рыбалка стала опасной. Самбо, румба, ча-ча-ча. Ведущие национального телевидения соревновались за кубок по танцам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О социальной полиции говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Республики. По данным Чувашстата, цены на потребительские товары в Чувашии на 2% ниже, чем в среднем по ПФО. Минэкономразвитие регулярно проводит мониторинг стоимости социально значимых продовольственных товаров, чтобы предотвратить необоснованный рост цен. Это прописано в плане по сбалансированности экономики региона, который своим распоряжением утвердил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Ещё одной темой обсуждения стали меры адресной поддержки жителей республики. Мониторингу подлежат 40 наименований продуктов среди регионов ПФО по индексу потребительских цен. Республика на седьмом месте. По сравнению с декабрем снизилась стоимость мяса и хлебобулочных товаров, творога и яиц. Небольшое сезонное повышение было отмечено на овощи. Сегодня в том числе и нам способствовало вхождение дополнительно трёх сетей дискаунтеров, которые продают по более низким ценам как продовольственную, так и непродовольственную группу товаров. Мы регулярно встречаемся с сетями для того, чтобы задача, которую вы, Михаил Иванович, поставили убрать посредников, она реализована была. И продукты питания поставлялись напрямую от производителей в торговые сети. Снижению стоимости продуктов способствуют ярмарки выходного дня, которые регулярно проводятся в столице республики. Михаил Игнатьев подчеркнул, что одновременно с ценами необходимо проверять и качество продуктов. Мы должны прежде всего смотреть и защищать потребителей, которые на сегодняшний день ходят в магазины. Это прежде всего малобеспеченные семьи. Рост цен он есть, люди возмущаются. По разным вопросам, если возьмём, люди возмущаются, что цены поднялись, доходы упали, цены поднялись. Вот и всё там. Услуги ЖКХ, потребительские цены. В сфере социальной защиты населения правительство Чуваши выполняет все свои обязательства. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Выплачиваются пособия на третьего и последующих детей малообеспеченным семьям, членам семей погибших военнослужащих, ликвидаторам чернобыльской аварии, ветеранам труда, репрессированным и другим категориям льготников. В январе-марте социальные выплаты предоставили мы более по 30 направлениям. На сумму 346 тысяч граждан получили различные социальные выплаты. На оплату ЖКУ получили социальные выплаты 309 тысяч человек практически, каждый четвертый житель. На данные цели в январе-марте было направлено более 300 миллионов рублей. Сейчас в Чувашии проживают 219 тысяч ветеранов войны и труда. Из них 46 тысяч получили почетное звание благодаря решению главы региона Михаила Игнатьева о снижении трудового стажа для присвоения звания. За три месяца нынешнего года почти 1900 человек получили звание ветеран труда. С 2016 года при предоставлении различных видов преференции учитываются критерии нуждаемости. Ежемесячные денежные пособия не получают 15% ветеранов, которые продолжают работать. Михаил Игнатьев поручил министру труда и социальной защиты доводить до населения объективную информацию о мерах и объемах социальной поддержки. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чувашии подписал указ о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении на территории Республики выборов депутатов Госдумы и Государственного совета Чувашии. Напомним, голосование пройдет 18 сентября 2016 года. Документ определяет, какие мероприятия предстоит выполнить органам власти задействованным в подготовке и проведении единого дня голосования. В минувшую субботу по всей стране, в том числе и в Чувашии, прошли первые дебаты участников предварительного голосования Единой России на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Социальная политика стала основной темой развернувшейся дискуссии. За две минуты каждый участник постарался представить свое видение решения проблем в области образования, здравоохранения, поддержки малоимущей категории граждан. Кроме того, кандидаты ответили на вопросы группы поддержки других претендентов. Кто-то сделал ставку на привлечение финансовых средств Чувашии. Кому-то близка тема формирования доступной среды и инклюзивного обучения. Говорили также о проблемах пенсионеров, доступном образовании для сельских жителей. Участники дебатов подписали соглашение, в котором обязались вести открытую, честную, предвыборную борьбу. Зарегистрировалось очень много участников, причем интересных, амбициозных, деятельных, которые каждый в своей сфере профессионал. У каждого есть свое преимущество, и об этих преимуществах сегодня каждый стремился заявить. Дискуссии на злободневные темы будут продолжены по выходным дня вплоть до 15 мая. А 22 мая пройдет само предварительное голосование. По их результатам и определятся кандидаты, которые примут участие в выборах в Государственную Думу России. Световой день стал длиннее, солнце ярче. Медленно, но верно зима сдает свои позиции. Подрастающим снегом проглядывают подснежники и куча мусора. Проведение экологического месячника обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашской республики. Вывоз мусора с городских и сельских территорий. Помывка рекламных баннеров и фасадов зданий. Фронт работ уже определен. Экологические месячники по очистке благоустройства изделения территории. У нас проводятся ежегодно в апреле, мае месяце во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской республики. У нас одной из самых массовых в этот период является ежегодная общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», которая проходит с 15 апреля по 5 июня. В рамках республиканской программы «Посади дерево» планируется посадка защитных лесных ограждений на склонах оврагов, отделение городских и сельских дворов, а также закладка новых парков и садов на территории республики. Руководители муниципалитетов уже подготовили планы экологических мероприятий. Планируем организовать и провести 7, 14, 21 и 28 апреля на подведомственных территориях санитарный четверг с максимальным привлечением всех слоев населения, учащихся, студентов учебных заведений, коллективов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. Особое внимание поделить благоустройству подъездов и подходов к православным храмам, церквям, часовням, другим местам массового пребывания людей во время праздника Светлое Христово Воскресенье, Пасха. Глава республики поручил уделить особое внимание благоустройству мемориальных объектов, памятников за хранение героев войны и общественных деятелей. Все это необходимо сделать до Дня Победы. Работы много, но сообща мы должны все успеть. В экологических субботниках примут участие представители всех органов власти, служащие, работники предприятий, студенты и школьники. Дарина Игнатьева, Татьяна Молокова, Андрей Шоколев, Республика. В выходные инспекторы ГИМС спасли двоих горожан, провалившихся под лед на левом берегу Волги. Молодые люди пытались перейти реку пешком и не заметили полынью. Позже выяснилось, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был госпитализирован в больницу. Спасатели предупреждают. Толщина льда на водоемах республики начала стремительно уменьшаться. Рыбачье в таких условиях крайне опасно, хотя любители тихой охоты это не пугает. Во время очередной проверки сотрудники МЧС насчитали более 20 рыбаков, пренебрегающих правилами безопасности. Чтобы предупредить возможные ЧП, инспекторы ГИМС вручают специальные памятки. Наступлением тепла профилактические рейды спасатели начали проводить чаще. Патрульные группы обследуют места массового выхода людей на лед. Лед становится все с каждым днем опаснее и опаснее. Сверху его топит солнце, снизу вода становится все теплее и теплее и подмывает лед. Тем людям, которые любят выезжать на снегоходах на лед, любителям рыбной ловли, которые выезжают на каких-то автотранспортных средствах, ни в коем случае не выезжайте на лед. Лед очень опасный. Вместе и в горе, и в радости. В Чебоксарах установят памятник Петру и Фефронии Муромским. На долю святых выпало немало испытаний. Их любовь помогла им пережить все тяготы и лишения. Создать крепкую семью, сохранить доверие своего народа. Легенду о православных святых знает каждый школьник. Их духовные ценности ставят в пример нынешнего поколения. О них вспоминают, решившись зарегистрировать отношения. Бронзовый памятник Петру и Фефронии будет установлен в исторической части города напротив Свято-Троицкого мужского монастыря. Скульптура уже изготовлена. Монтаж постамента начнется, как только позволят погодные условия. Танцам все возрасты и профессии покорны. Это подтвердил городской турнир, который прошел накануне в Чебоксарах. В нем приняли участие ведущие нашего телеканала. С ними на протяжении трех недель занимались профессиональные тренеры. Просто или сложно научиться танцевать, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Самба, румба, ча-ча-ча. Познать азы этих стилей за три недели смогли даже те, кто раньше профессионально танцами не занимался. Программист Людмила Ахмедзянова решила доказать своим коллегам, что и после 50 лет, возможно, вот так, наравне с молодыми, кружиться в вальсе и ритмично двигаться под мелодией танго. После сидячей работы, признается она, тренировки посещала с удовольствием. Движение, оно всегда полезно и нужно. А танцы – это все. Это красота, движение, здоровье. Ну и просто это красиво. За призы и кубки танцевального турнира в этом году боролись более 40 человек. Новички соревновались в категории «Про-М». Это когда в паре стоят профессионалы и любители. Принять участие в этом проекте и обучиться латиноамериканским танцам решились люди самых разных профессий. Инженеры, преподаватели, экономисты на паркет вышли и сотрудники национального телевидения «Чувашия». Ведущая программа «Республика» Юлия Важенина своим выступлением осталась довольна. На самом деле я не занималась довольно давно, вообще безумно давно. И такое было чувство, что я уже ничего не помню из танцев. Начинали мы практически с начала. То есть вспоминали основные шаги чачи, основные шаги самбо, румбу, вспоминали счет. Если учесть, что мы занимались в сфере несколько занятий, я думаю, это хорошее было результат. Но, тем не менее, конечно же, совершенно нет предела и можно было лучше. Юлии, ведущей «Чувашского выпуска новостей» Алене Алтуковой, удалось занять первые места и завоевать кубки. У меня сегодня день с утра не задался, у меня украли тренировочную футболку, потом порвались колготки, в общем, настроение было не очень. Но, я думаю, это, наоборот, помогло мне выступить. От волнения я выложилась, выплеснула всю свою энергетику. Каждый день приходили, потом все-таки я сжарился и дал им один выходной. А вот теперь, вот сейчас как раз выступление – это показатель результата, показатель работы. Нельзя все сделать только тренеру. Должна быть отдача человеку, который приходит и хочет научиться танцевать. Организаторы проекта говорят, что латиноамериканские танцы в республике набирают популярность каждым годом. У нас есть школа танцев. Приходите, учитесь и танцуйте бальные танцы. Это самые замечательные танцы, это практически философия, это отношения мужчины и женщины. Ведите детей, у нас хорошие тренеры, хорошие клубы. В следующем году турнир по танцам организаторы обещают провести вновь. Он пройдет уже в десятый раз. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин